вот это наш серёг говорит где-то там должна быть домушка в которой можно свободно жить всем привет хорош день для рыбалки сегодня у нас снова дальняя поездка едем и на очень дальнюю реку очень дикая на как говорит серёга кстати вот серёга очень красивая и там клюет довольно интересная рыба а что за рыба я надеюсь мы поймаем ехать довольно долго будем через леса через болото ну там сами все увидите погнали жутко жарко сейчас 30 градусов жары сейчас будем полтора километра топать с лодками со всем остальным очень мало приятного но нужно добраться до речки будет у нас такая тележка на две лодки серёга продуманный в этом плане а заводь уже почти пришли значит близко место ну даже здесь уверен щуку уже можно ловить типичный жабовник было решено отсюда вы начинать наш путь он с того пирса как видно ну как вот такой пирс все стоячие пыльцы очень много нет ни зелени это пыльца буду надеяться все никого поймать что вознаградятся наши усилия у меня сейчас рыбалка немного под вопросом плане того что будет ли лодка моя работоспособность тоже помните в прошлых видео не и тыкнули подводным ружьем и и клеили и вот и не проверял надеюсь все будет хорошо в общем все не слава богу называется но еще еще остается делать как лодку прятать только так будем собирать снасть придется на одной лодке плавать хоть и не хотелось печально сегодня хочу ловить на легкие приманки и для этого я взял с собой от сев альфа 28 и рост 229 очень легкий спиннинг одно удовольствие ким ловить уже ловил на катушка я сюда поставлю от наутилус арта 20000 я уже этого как она выглядит потому что у меня есть 4000 также арта спешка там совсем другая на по крайней мере черная уже как-то размер шпули две с половиной тысячи для меня уже какой-то мелочный кажется не привык и шнур также от наутилус брейд мультикалор флюрокарбон у меня будет 021 стрелять пока тут возился с водкой обратил внимание что кто-то гонял малька принципе это может быть даже наш клиент бы быть серёга говорит где-то там должна быть домушка который можно свободно жить или ночевать сейчас посмотрим он гружен и поехал поплыл точнее я смотрю пискаря много довольно значит вода чистая еще узнать как хищник здесь клюет был цены не было вот эта ширина а я думал это микро речка на микро речку чуть-чуть не тянет да так а где домик то непонятно вон доме там мы будем да я думал по моей стороне еще кабаны натворили вот так вот проснешься а с правой стороны у тебя там крюкают так тут все цивильника я сказал бы даже очень цивильника правда жили тут уже давненько и подсвечники я тут буржук или как его печь ну уж так я еще не ночевал ну ладно во всяком случае лучше чем палатки показывать что у тебя тут есть хуликан есть хороший набор у меня намного схуднее по вертушкам ждем на остановке свой транспорт о вон едет наша маршрутка до владимира подвезете до радуги понял ну ладно там с пересадкой где мы форелевый набор ну ладно дохну так дохну называется я не гордый далее я ловлю первый заброс и давай единственный момент мы без якоря будет довольно проблематично так что-то не хотит у нас пивать пока мне кажется еще банально рано то что ветер есть это хорошо уже шансов повыше любит ветер вообще вся рыба любит ветер штирина намного хуже ловит привет что там нас ждет за очередным поворотом и очередная красота кто-то гульнул щука у берега было давай хоть первую поклевку почувствовать и зря ехали за 39 земель кто это у нас тут хороший да ты как спиннинг в дугу и щука 021 флюр могла в свободно обрезать колебалочки пока побеждают вертушки так я думаю на ухозю до шнурок но надо на муха да мы оголадали все правильно мы голодные так ну будет крупнее отпустим эту я буду надеяться что будет крупнее руки пахнут а такой дохно сработало кинули в самый коряжник сто процентов там кто должен стоять пока чувствуется только одни кореи хочу попробовать мелкие воблерки половить у меня за колебалка непонятно давай поставлю своими ножку я просто не верю что здесь клюет только на вертушке попытаюсь развеять этот миф пока желанной рыбы нет за которой мы сюда приехали но очень хочется ее поймать просто страшный коряжник о полосатик как затолкал он себе этот воблер пойдет на уху пойдет мы же голодная а вот это уже наш клиент это я почти дуплет да давай поменяемся красавица шнурка мы отпускаем уха у нас уже будет мы даже не заметили как мы сели на коряжку вот это подача была очень мощно было красота просто да все же мне кажется колебалки здесь более актуальны давай поставим такую 2 не 2 и 8 грамм но чуть надо поменьше он давай такой светофорчик . уникальные и утки главное утку не дернуть есть что-то хорошее это совсем не наша аудитория по крайней мере нашего клиента мы еще не поймали есть как сопротивляется окунь наверное ах ты я думаю есть да может сперва как окунь было потом уже нормально работал колебалки который не раз принять забывай вещь называется ну сто процентов кто то есть в этом дереве еще не клюет есть это язь был сто процентов хороший был такой бронзовым такой тел я говорю там есть кто то так ну так как мы в лагере имеет смысл сейчас собрать уже дрова хотя на самом деле тут они уже и так есть ладно немного соберем не будем сильно наглеть а то кто-то собирал а мы будем халявить тоже не очень красиво так мы будем готовить себе ужин к это колбаса интересную тебя она не шевелится кто-то на меня сел посмотри нет нет ника такой блин нифига себе вот он на меня кто идет сюда это здорово он на меня и напал сперва какая шуха без рыбы да я думаю будет топ у нас уха красота уверен вкуснятина будет класс всем утро доброе время 5 15 доме как казалось но очень тепло в отличие от палатки прям с комфортом поспали я попьем чаек и на воду раз и очень много слышно охотники стреляют я надеюсь сейчас кого-то поймает и надеюсь поймаем того за кем приехали серега рассказывал такую интересную вещь вот по поводу шелкопряда еще месяц назад здесь вообще не было листвы но месяц полтора месяца назвать и вроде бы уже конец августа и все равно молодые листочки на всех деревьях просто был нашествие такой шелкопряда и вот сейчас покажу еще были еще остатки даже от него остались ну как было говорят страшно количество просто везде ползали все усыпано все деревья были вот в рязанской области на московской области насколько знаю но вот в районе где я жил там его было очень мало и как говорили управляющий национального парка надеяться что будет такая бесснежная зима чтобы он весь выбер вещи сейчас спрячем частично нам же не нужны каремат и лодки ну все начинаем ловить рыбка еще пока не гуляет все равно кого-то должны поймать есть ах ты не понял я зишка левку тоже что-то с красными плавниками ну кто это был не понял коряга а вот и коряга срез я говорю коряга чавкает окунь причем она бросилась на блесну которую до коряги нормально да наконец-то вот за ними сюда приехал шей какой красавица такой грамм 400 до полки а я не верил эту точку я думал зачем мы сюда приплыли серёга будет собирать рыбу мне не жалко вот такой тон очень красивая и сильная рыба с работа вот такая колеба . тронин раш 2 2 грамма но теперь уже рыбалка наладилась наконец-то их поймал чего хотел только еще покрупнее бы здесь покрупнее очень много рыбы на сегодня погодка нас не балует в центре кинуть кто-то там гуляет на не пойму кто ухты она мою блесеньку не покидаешь надежды на вертушку правильно уперто всегда вознаграждается есть не нормально и чё-то тоже по-моему есть да да наш клиент ай блин подсака меня уже кушать но поменьше крутяк все упустил нечего брать незачетных рушу чем ты его подымаешь вот это зачетный это тоже наш клиент не то что предыдущий классный полкилограмма какой дерево местные что-то здесь соорудили и такое не нора полностью перегораживали от эти есть чем сразу же зверюга я думал окунь а есть рыба да во всяком случае я думаю лучше чем мою не подымается окунь наверно а тоже просто старик какая красота такой еще березовый мыс очень красиво здесь очень красиво река срез да хорошего жалко поставил основу такую 2 2 грамма видно как щука исполосовал ее тут подачу все опять нет не средств сменил свой баркарс попробуем покидать с него тут хоть стоять можно удобно поклевка есть прям под берегом перед этим увидел там выжимал малька на берег вот там то также сейчас на работе поклевка и нет есть вот это наш клиент подожди спасибо хорошо сандалем и приятный язишка так он здесь не такой уж яркий такой сказал бы более темный причем стоило вернуться потому что мы уплывали примерно метра 800 наверно вверх по течению одни поклевки сходы стоило вернуться все сразу две поимки есть нормального будешь брать да дай мою блющенку да в этой заводинке много рыбы если что самое приятно разный главное чтоб щука не попадалась щука нам не надо кто-то мне все оставил подарок зуб щучий хихихи тер понятно кто это был есть хороший а щука да не надо его вот так возьму звука я-то думал все все хорош поигрались хватит ну такая уже грамм 600 самая крупная за нашу рыбалку красивая 3 у меня ее режут и режут эту блесну ужас такой щука опять не представляю что так вот не надо мне резать я видел ты вот ну а давай быстрее тихо 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 отдай мой блющенку не на тебя все равно тебя пущу и иди сюда блесна спасена от сверского шнур работа спасибо подожди я успокою это уж больно она вот мокр как она не обрезала я не знаю свой шнур работ и теперь смотрим все ладно время уже пол первого пора двигать домой ясь вообще не гуляет не хочет брать ни в какую клет только шнурки до окуня и что по итогу сегодня просто миллион наверно поклевок столько же сходов ну просто тяжело порой бывает пробивать щуку но очень много сходов и изначально еще почему были сходы я плохо настроил фрикцион за счет этого просто не пробивал ее с таким спиннингом тут просто в одно удовольствие ловить вообще шик называется все поклевки в палец не то что в руку в палец а за вываживание я вообще молчу даже вот такие вот мелкие окуньки классно сопротивлялись ну и катушка прекрасно справлялась со своей задачей вся проблема только в руках которые не настроили фрикцион работали сегодня выше всего блесна троне нраж несколько моделей я еще уверен сюда наведаюсь по крайней мере тут клев я думаю должен начаться еще вот-вот мы просто не попали на начало клева язя но потом я думаю будет повеселее единственный момент далеко ехать уж больно не знаю серёга поедет сюда или нет если пригласить то будет прям чудненько но хочется тут уже на своей лодке поплавать но я надеюсь вам было интересно ставим лайки подписываемся комментируем всем пока 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 авай